Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Сегодня у нас 1 августа 2015 года. У моего племянника Илюшки сегодня день рождения. Илюша, если ты меня смотришь, привет! Тебе желаю счастья, удачи и всего-всего, что ты сам себе желаешь. Пусть всё сбудется и всё исполнится. А у нас сегодня тем временем продолжается уборка. Только я закончила одну генеральную уборку, так у меня началась следующая. Но хочу сказать вам по-честному, что я этому несказанно рада, потому что посмотрите, какую кучу вещей мы сегодня отбраковали с Рикардо на выброс, на благотворительность. Я уже говорила, я обожаю выкидывать вещи, которые не носятся, которые не нужны, лежат, только место занимает. Вот этих вот два чёрных короба у меня здесь. Это были Рикардо вещи. И мы сегодня прямо с самого утра, вот 2 или 3 часа проходились по всем этим ящикам, по всем его вещам, мерили, смотрели, разбирали. И вот, вот это вот то, что мы отбраковали. Кстати, не показывала вам. Вот сейчас увидела такое здесь устройство. Рикардо купил. Зачем он его сюда притащил, правда, я не знаю. Это металлоискатель. Он там у себя на Медвое острове занимался уборкой, собирал какой-то мусор в какую-то кучу и потерял обручальное кольцо. Искал, искал, найти не мог. Купил металлодетектор специально для того, чтобы найти это кольцо. Но пока пришла посылка, он его уже и так сам нашёл. Но вот... Диак, can you show us how it works? В общем, вот он сейчас покажет нам, как это работает. Так вот... Включается... А! Вау! И вот так вот... Вот это... Нейлс? Нейлс, да. Гвозди или ещё что-то вот сейчас находит. И... It can show you what kind of metal here, да? Угу. Алюминий. Зинк. Цинк. Ну, в общем, какой металл там внизу. Я предлагаю Рикардо, говорю, пойдём куда-нибудь в парк, поищем что-нибудь интересное же. Так что, может быть, мы и выберемся. Вот. Кстати, когда я жила в Гонолулу, очень-очень много людей на пляже в воде ходили с такими штуками, искали. Я с одним раз говорила, он говорил, что действительно находил и кольца, и цепочки, золото какое-то. И вот это куча шнуров и каких-то ящиков. Вот это вот DVD-плеер, вот это какой-то роутер старый. Это тоже всё идёт на выброс. Я просто пока не могу найти коробок, куда это всё сложить. И поэтому всё вот так пока лежит у нас с кучами здесь. В процессе уборки обнаружилась у Рикардо вот такая шляпа. Особенно с этими очками. Он вообще, я не знаю, на кого похож. На гнома. Cut. You know this fairy tale? White girl and seven little... Snow white and seven who? Dwarfs. Dwarfs? Yeah. Dwarfs. Я не знала, что дворцы это гномики. Snow white это белоснежка. Put your glasses. Especially this hat, very great look with these glasses. Disgusting. That looks cute, dude. Вот так эта шапочка на мне. You called me Baba Yaga? Обозвал меня, говорит, Baba Yaga. А шапочка вот эта, кстати, она с Октобер-феста. Это такой пивной фестиваль, который проходит каждый год в Германии. Every year in Germany this festival? In Munich. И вот Рикардо говорит, что 7-8 миллионов людей каждый год съезжаются на этот фестиваль, на этот Октобер-фест в Мюних, в Германию. Вот я и в своих очочках, кстати, в этой шляпке смотрюсь очень даже неплохо. И вот в таких бокалах подают пиво на этом фестивале. Вот он купил у нас несколько таких с разными, вот здесь с разными эмблемками. Это огромный бокал. How many liters here? One liter? One liter. Угу, литровые бокалы вот такие. А вот еще одна шапочка, которая заслуживает нашего внимания. Looks good when I have a beard. Это шапочка из Афганистана. Have you been in Афганистан? No, I've been to Uzbekistan now. А, он был в Узбекистане. Have you bought it in Uzbekistan? No, a friend of mine brought it back. А, это вот a friend of yours, he was in Афганистан and brought it for you? He brought me back that and a Roman coin and a Greek coin. Ну, в общем, вот его друг привез ему эту шапочку с Афганистана. Ёп, фали. Ну, и вот так эта шапочка смотрится на мне. Пожалуй, я буду ее носить иногда. Смешная такая, не могу. На улице у нас сегодня жарище, теплее, чем... Было вчера даже. Солнце светит, прямо палит. Просто что-то опять невероятное для Аляски, для Анкориджа. Второй раз за это лето. Сейчас покажу вам градусник. Мы пооткрывали все окна. 27 градусов тепла. И поэтому мы с Рикардо решили ловить теплые денечки и отправляемся кататься на велосипедах. И не просто кататься, а доедем до мексиканского ресторанчика, поужинаем в нем и вернемся на велосипедах обратно. Вот такой у нас план. И поехали. Я сегодня нарядилась в шортике и вот в такую легкую-легкую летнюю кофточку. Потому что не часто здесь на Аляске у нас можно пользоваться вот такими совсем легкими вещами. И нужно ловить момент, пока такое возможно. Ну вот и мой велосипед тоже Рикардо сейчас накачает. Потому что в последний раз я даже не могла на нем покататься пару или тройку недель назад, потому что были спущены колеса. Не могла проехать мимо, чтобы не показать вам вот эту ранетку. О, посмотрите, все, она вся уже в ягодках. Причем ягодки так густо на ней растут. Вот. Рикардо! И вот он, наш любимый, ближайший лесочек. Будет, если что интересно, я буду вам показывать. Дальше я не могу проехать мимо шиповника. Посмотрите, он тоже весь-весь-весь созрел. И вот здесь великое, превеликое множество у нас в лесу. Вот такие красные, крепкие, большие ягоды. Ах, просто прелесть! Вот они. А мы продолжаем ехать дальше. И вон кто-то уже ловит рыбу в ручье. Причем ловит голыми руками. Давайте посмотрим. Мы с Рикардашей остановимся. Вот она! I can see it! Вот это да! Посмотрите, какая рыбина! Две! Вот она, вот! Одна из три. Три из них. Одна серая, а две красных. Ой, боже мой! Которые красные, вот Наташа мне объясняла, их уже нельзя есть. Они уже на нерест идут и их непригодны к пище. А вот черные рыбы, вот как одна из тех черная, их можно как раз ловить и есть. Ну вот не знаю, сейчас можно или нет, но... Вот это да! Вот это да! Фантастика! Вон та особенно огромная красная рыба. Это, наверное... I think it's King Salmon. Королевский Salmon или Чавыча. Ага. Вон еще одна, вон еще одна приближается. Боже, да этот ручей просто кишит рыбой сегодня. The other one, I think, is the trout, the dark one. Траут это форель. Вот Рикарда говорит, что форель вон та черная. Она поджидает, когда красные вот эти выкинут икру, чтобы есть, питаться этой икрой. А вот в этом месте такой небольшой парк. Вот сзади меня, не знаю, видно или нет, деревянная табличка. Это вывеска, написано Campbell Creek, так называется наш ручей. Парк. И вот эта вот стояночка для машин. И люди идут вот сюда. Вот к речке здесь скошенная трава. И как бы вот на всем протяжении здесь такая как бы парковая зона. Можно посидеть с собачками, погулять с детьми, отдохнуть. Люди сплавляются на лодочках по этой реке. Там впереди уже несколько проплыло. И вот следом. Так, какая красота. Вот что бы я хотела действительно сделать, это вот так вот на лодочке поплыть по реке. I would love to do this one day. Какая красотища, боже мой. Вот мы добрались до озера. У Рикарда совсем спустило заднее колесо. Может быть покрышки там плохие. Шина вот эта, которая внутри. Сейчас может быть, если увидим у кого-то насос, чтобы накачать, а иначе ему придется идти пешком. Едем вдоль озера. Рикарда у всех спрашивает, может быть у кого-нибудь есть насос с собой. Вот этих ребят насос был, но с другим выходом. Он не подходит для нашего, ну для его велосипеда. Вот. Так сегодня выглядит озеро. Мы выехали на дорожку, которая ведет нас к магазину Класска. Рикарда уже не может ехать. Колесо совсем спустило. Наверное, внутри вот эта труба резиновая сломалась. А я хотела вам показать, что меня восхищают вот эти вот печки на, около домов. Здесь, вот здесь такая же. Интересно. И вот впереди магазин Коска. Вот он будет прямо на этой улице. А Рикарда завернул вот к этому домику. Вот там мужчина с машиной возился. Он спросил, есть ли у него насос. Тот говорит, да, есть. И вот сейчас, возможно, Рикарда накачает свое колесо. Ну, кстати, у него есть домик на колесах. Классно. Вот тут стоит. Show how it's almost. Он вообще практически спустило. Вот такой компрессор здесь в гараже. И вот такая идет накачка. Таким вот образом. В общем, наше мероприятие не увенчалось успехом. Просто порвалась у Рикарда там резиновая трубка, наверное. И поэтому он будет ходить, а не ездить. А я хотела показать вам вот эти домики. Как-то мы с Рикарда останавливались около них. У них был готов фундамент, а домики привезли прямо уже готовыми, построенными. И просто поставили на место. И вот так вот они сейчас смотрятся. Причем на них таблички for sale. Никто в них не живет. Может быть, такие же домики можно купить. А может быть, именно вот эти продаются. И вот как только мы перешли эту дорогу, я хотела вам показать, сколько здесь Иван-чая. Сколько его здесь. Здесь просто целые поля. Мы направляемся в мексиканский ресторанчик, который вот-вот он уже у нас прямо на пути. Вот вывеска Арктик Рот впереди. И вот этот ресторан. Вот такая вывеска этого ресторана Галлас. Мексиканский ресторан. И вот он сам. Здесь вот такие места на улице можно сесть, а можно внутри в помещении. Вот так мы тут сидим. Вот такой зал. Рикарда звонит в Беверли, чтобы она приехала и нас спасла. У нее трак большой. И в багажнике она вполне может довезти наш велосипед обратно домой. Если она, конечно, в городе, она могла уехать к родителям. Я люблю их прикусочку. Как представила, раз такая залпа у меня. Вкусно. Комочку текилы мне принесли. Все, наверное, знают, как текилу пьют. Вот так. Соль. Ну, лимончик. Сюда вообще-то. Ну, я люблю их прикусочку. И вот такие там принесли. Две огромные, ай, горячие тарелки. Вот это. Окей. Чили рено. Биф буррито. Мясное буррито. Мясное тако. Спанисное рис. Рис и вот эти бобы или что там у них. А у меня, вот, как ты называешь это? Это тостата из морепродуктов. Я такой никогда не пробовала. И тоже вот они как гарнир дают вот эти бобы и рис. Попробуй сейчас, что это такое. Вообще-то, вообще-то очень вкусно. Я вот чувствую крабов здесь. Очень вкусно. Мне нравится. It's very, very delicious really. I like it. You like it? Угу. Угу. Все. Приятного. Приятного нам аппетита. Я с вами на сегодня прощаюсь. Всем желаю счастья, удачи, любви, хорошего настроения. И пока-пока-пока. Продолжение следует...